Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, с которым мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. С неотвратимостью краха мирового империализма каждый год лишь только пробьются первые листья рассады у бабушки на подоконнике, и большая часть населения нашей великой родины ринется на даче, чтобы уже не столько по необходимости, сколько исходя из генетической памяти, копать, рыхлить, сажать и поливать. Конечно, сегодня вся эта редиска капуста есть и в магазине, но ведь хочется своего православного, экологически чистого, не то что эти турецкие помидоры, которые на вкус трава травой, А уж посадив, взрыхлив, полив, что начинает делать на даче русский человек? Правильно, русский человек начинает отдыхать. Да так отдыхать, что удаль молодецкая, она всем видна. Сегодня в нашей программе вы увидите, что происходит, когда русскому человеку скучно. Как развлекаются на работе в разных странах мира? Нельзя делать упор в своей жизни только на работу. И зачем делать из себя сказочных персонажей? Я вот не хочу быть как все. Что делать, когда машины нет, а ехать надо? Можно многое понять о человеке по тому, как он справляется с трудностями. Русскому отсутствие транспортного средства вообще не помеха. И весь мир только диву дается, как наши люди умеют преодолевать пространство. Чистое безумие. Нарушение охраны труда и техники безопасности, сказали бы культурные цивилизованные люди Запада. Но суровые сибиряки так не считают. Сотни выхтовиков оказались отрезанными от большой земли половодьем. Но зачем ждать спасательный вертолет, когда есть два экскаватора? Смотрите и завидуйте. У нас, казалось бы, есть законы, есть нормы поведения. Но в некоторых ситуациях мы переключаемся на другой режим функционирования. И мы ради результата многие правила нарушаем. Что делать, когда грабят средь бела дня, а полиции пока нет? Только у нас развито настоящее чувство справедливости. И бороться с плохими людьми мы можем буквально голыми руками. В Ангарске хрупкие женщины, кассирши и покупательницы самостоятельно задержали дерзкого воришку, который покусился на кассу. И так удерживали в зале супермаркета до приезда сил правопорядка. И для того, чтобы осуществить возмездие, нам тоже ничего не нужно. Только русский человек может поймать карманника в автобусе, надавать ему по сусалам, отобрать награбленное и спокойно поехать дальше. А еще в глубине загадочной русской души таятся сотни креативных и неожиданных решений. Собственная яхта стоит дорого, но для желающих рассекать водную гладь отсутствие средств вовсе не является препятствием. Пенопласт. Вот выход. И самодельный пароход не только способен плыть, но и обеспечить некое подобие уюта. Что интересно, успеха этого гиблого дела не ждали даже сами организаторы. О! Боже мой! Доправь, давай. О, смотри, куда это прерывало! Юный белорус, житель Гродно, сделал свою модель водного велосипеда. Это только на первый взгляд кажется, что она состоит из болтов и банок. Главное, что не тонет. Дешево и вполне креативно. У большинства жителей мало городов, сел, просто нет денег на поездку, куда бы то ни было. И поэтому они вынуждены изобретать вот какие-то такие вещи. Нам по плечу не только водная поверхность, но и бескрайние просторы автодорог. Даже если автомобиля как такового не имеется, ничто не может воспрепятствовать русской тяге к познанию мира. Главное, чтобы хватило хотя бы на приличное кресло. Эксперты уверены, что путешествие у россиян в крови. И для этого совсем не обязательно уезжать в дальние страны. Ведь мало кто из жителей нашей страны объехал хотя бы половину своей необъятной родины. Но многие к этому стремятся, невзирая на все трудности. Хотя отдельные примеры русской смекалки заставляют сомневаться. А точно ли стоит искать решение таким кривым путем? В целом, ну, такое чувство, что сейчас люди пытаются там друг друга переплюнуть в каком-то безумии, лишь бы набрать там побольше просмотров и лайков. И, конечно, там ни к чему хорошему в перспективе, наверное, это не приведет. Потому что, ну, уже начинает теряться какой-то здравый смысл. Еще мы умеем о себе позаботиться. Русский человек в путешествии голодным не останется. Если деньги кончились, а есть захотелось, всегда можно наловить рыбу с помощью ноги. Или с помощью кофты. Как поступил этот счастливый обладатель маски и пулловер. Мы даже умеем путешествовать с комфортом. Во всем мире все большую популярность приобретают дома на колесах. Не обошла эта мода и Россия. Вот он, итог непосильных трудов. Выглядит, конечно, не очень, хотя свои функции он выполняет. А если нет разницы, зачем платить дороже? Но дом на колесах далеко не предел русской инженерной мысли. Все эти ярчайшие примеры свидетельствуют. Нас не запереть в четырех стенах. То, что у наших родителей был там грушинский фестиваль, где там с гитаркой, там с тушенкой, а сейчас это снова живо. И на самом деле, ну, есть какая-то вероятность того, что мы там сугубо не уйдем в цифровой мир, потому что рано или поздно, может, всех от него там уже начнет тошнить. Глядя на эти любительские ролики, люди западной культуры воротят нос и пишут презрительные комментарии типа «колхозный креатив». Голь на выдумке хитра и прочее. У них, мол, цивилизованных, техника есть любая на все случаи жизни и такая, что простым русским и не снилось. Техника, может, и неплохая, только мы прекрасно знаем, как они умеют с нею управляться. Только ленивый не посмеялся над тем, как американские новобранцы утопили в луже танк. Для таких случаев есть прекрасная русская пословица «Дело было не в бобине». Разгильдяй сидел в кабине. И хаммеры американские тоже хорошие машины, но для езды по асфальту, потому как для форсирования прибрежных песков они внезапно для морпехов оказались полностью неприспособлены. И показательные учения НАТО в Португалии превратились в цирк. Граждан самой лучшей и демократической страны в мире отличает повышенное чувство самонадеянности и даже порой беспечность. Задержать и посадить в полицейскую машину афроамериканца, находящегося под психотропными веществами, и не надеть на него наручники и даже не проверить у него карманы, о чем думали эти полицейские? Их счастье, что товарищ вел себя, как в замедленной съемке. Иначе недалеко бы уехали эти патрульные с пулей в голове. Порой даже кажется, что сюжеты так любимого нами кинофильма «Полицейская академия» взяты из жизни. Ну как двое обученных постовых могут не справиться с одним сильно пьяным хулиганом? Смотрите сами. Через минуту из двух бравых полицейских и одного агрессивного нарушителя уже куча мала. Они пытаются... виднелись следы использования сигнальной дымовой шашки красного цвета, явно означавшие, что у экипажа какие-то проблемы. Позже выяснилось, что ледяным изваянием оказалась американская подлодка USS Sea Wolf, которая проходила шестимесячное боевое дежурство в Арктике. В результате не самого удачного всплытия и долгого пребывания на одном месте холодные воды Северного Ледовитого океана прочно сковали судно, превратив его в экспонат выставки ледяных фигур. Экипажу морского волка потребовалось много времени, чтобы извлечь подводную лодку из крепких объятий арктических льдов. Многострадальным подводникам буквально пришлось откапываться вручную. И в то время, как американцы на Северном полюсе шлют сигналы бедствия, наши офицеры-подводники в тех же самых льдах находят время для освежающего купания и невинного веселья. Куда? С головой, с головой, Серега! Новые украинцы так стремятся войти в западное общество, что перенимают все традиции без разбора. Они еще не умеют создавать надежную технику, но уже готовы рьяно преодолевать любые природные преграды, на чем попало. Недавно, во время испытаний, утопили новейший бронеавтомобиль «Дозор-Б». Это было его первое и последнее испытание перед тем, как поступить на вооружение в украинскую армию. Случай произошел при форсировании небольшого водоема. Техника преодолеть брод не смогла, в результате чего большая часть бронеавтомобиля оказалась затоплена. специалисты даже не попытались вытянуть боевую машину с помощью лебедки. Но и проверенную технику на Украине потерять как нечего делать. Эти кадры сняли сами военнослужащие ВСУ. Они пытались преодолеть водную преграду на БМП. Бронемашина лихо вошла в реку, но через полторы минуты произошло непредвиденное. Сложился щиток, предохраняющий технику от попадания волны в люк. Боевая машина пехоты затонула в считанные секунды. Экипажу пришлось ее оставить. Все спаслись в плаве. В Азии автомобиль далеко не всем по карману, но такое впечатление, что он часто тут и не нужен. Туристы традиционно впадают в шок при виде того, сколько тонн всякой всячины умудряются нагрузить вьетнамцы или тайцы на свои байки. Здесь, как и сотни лет назад, для богатых людей по-прежнему в ходу рикши и вело-рикши. Но настоящие чудеса передвижения показывают китайцы и японцы. Местные подростки передвигаются на таких странных конструкциях, которые мы раньше видели только в фантастических фильмах. Моноколесо, сегвей разных видов, невиданных конструкций скейтборды и самые диковинные ролики на свете. На первый взгляд безумие. Зато как весело. Если вы хотите получить наиболее полную информацию о том, были ли контакты с инопланетянами, кто занимался поиском внеземной жизни, есть ли хоть одно вещественное доказательство инопланетных контактов, эта книга просто незаменима. Пришельцы государственной важности. В ней все строго документально. Здесь мы впервые публикуем рассекреченные документы из архива военной разведки. Приводим воспоминания участников и очевидцев секретных программ по поиску внеземного разума. Эту книгу начиная с октября можно будет найти в любом отделении Почты России. Что делать, когда внешность от природы невыдающаяся, но внимания очень хочется? Русский человек умеет выгодно себя подать. Хотя меры мы ни в чем не знаем и порой перегибаем палку. Разнообразия в судьбе Евгения по прозвищу Якут хватало. Приключений в жизни столичного бомжа всегда с лихвой. Но даже выживание и опасности становятся рутин. А потому Женя Якут, не имеющий дома, но имеющий телефон с интернетом, завел свой видеоблог. И как таково вы увидите всю изнанку мегаполиса одного из самых больших мегаполисов мира. Надеюсь, вам понравится. И ведь понравилось. Миллионы просмотров и всенародная слава настигли вчерашнего неудачника в первый же месяц его откровений. Эти молодые питерцы называют себя боди-модификаторами. Сегодня это необычное течение невероятно популярно. Так называют парней и девушек, которые маниакально озабочены улучшением своей внешности. Однако улучшение это или нет спорный вопрос. Тату по всему телу, лицу и даже глазам, силиконовые рога, загнанные под кожу, пирсинг во всех самых чувствительных местах, тоннели, то есть растянутые пластиковыми кольцами мочки ушей, губы и все, что только можно и нельзя растянуть. Это самый короткий список изменений, а по мнению многих бессмысленных и болезненных издевательств над собственным телом. Я работаю в Тату-студии мастером боди-модификации. Режу, шью, колю за деньги. То есть не каждый день есть такая работа, где колешь людей и режешь за деньги. То есть шьешь. Опять же в итоге меня все устраивает. Денег в достатке. Все хорошо. Все перечисленное можно спокойно отнести к пыткам, с помощью которых развязывали языки даже самым несговорчивым в свое время. Неужели есть те, кому это может понравиться? Люди, которые готовы за это платить, на самом деле не маленькие дети. Мне кажется, что у меня не очень красивое лицо, и я решил как-то подправить его своими татуировками. Поэтому, ну, забил себе бакетбарный шею забил. Думал, может быть, хотя бы девочки начнут склевать на меня. Это москвичка Татьяна Тузова на отдыхе. Среди знакомых она более известна как русская Барби. Не сразу поверишь, что это живой человек, а не экспонат выставки Мадам Тюсо. К своему образу я стремилась с 12 лет. Когда родители мне подарили куклу Барби, я увидела в ней идеал девушки. Ее пропорции показались мне настолько идеальными, я захотела быть такой же. Я похудела, сейчас я вешу меньше, чем в 15 лет. Затем я перекрасилась в блондинку, поменяла цвет глаз с помощью линз, стала покупать соответствующую одежду. И это далеко не все преобразования, на которые пошла девушка ради желанного перевоплощения. У меня есть опасные манификации, я делала себе грудь и нос, увеличивала себе губы. Сегодня Татьяна уже не знает, где кончается Барби и начинается она сама. Грани почти полностью стертые, но она не желает останавливаться. Совсем недавно она купила себе машину и перекрасила ее в розовый цвет. Вся квартира Татьяны Барби обставлена в стиле кукольного домика. Осталось только найти Кена. Это какая-то защитная реакция. По каким-то причинам ее психике это нужно. Почему так? второй вопрос. Скорее всего, она просто клиент-психотерапевт. заметьте, не психиатр, а психотерапевт. Это просто адаптация психики как механизм выживания для того, чтобы что-то стало окей в жизни, то, что иначе не окей. Может, она себе не нравится обычной или не готова себя признать. Сама Татьяна так не считает. Ее давно уже не смущают насмешливые взгляды, тем более среди них нередко встречаются и восхищенные. Наша жизнь настолько серая и скучная, все такие одинаковые, угрюмые. Это постоянная рутина, но она просто не дает людям быть теми, кем бы они хотели. И, возможно, это средство такое самовыражение, чтобы не быть как все. Я вот не хочу быть как все. Мне нравится, что я отличаюсь. Я вижу, что это нравится людям, всем окружающим, особенно детям. А это Саша Гусева из Самары, двойник популярной певицы Леди Гаги. Кому-то тоже нравится ее самовыражение. Длинные волосы, тонкая талия, пухлые губы, а также смена пола. Ведь когда-то Саша Гусева была Сашей Гусевым. Если человек угрожает своему физическому, психическому здоровью, я только за. Это самотсев, Дарвин, он это поощряет. Если окружающим, то я против. Однако это еще цветочки по сравнению с новым увлечением российских девушек. Совсем недавно в сети была запущена странная игра. Ее идейный вдохновитель неизвестен, но она с успехом ушла в народ. Это так называемое соревнование, кто больше клиентов соберет, прикинувшись проституткой. В эту опасную игру играют, как правило, дочки далеко не бедных родителей. Почему же безденежные путешествия и перевоплощение в представительниц древнейшей и не самой престижной профессии и так привлекает привыкших к комфорту и благополучию девушек? Все, что доброе, оно все скучное, занудное. А где много трэша, там всегда много фана и много просмотров. А просмотры, лайки, это новая валюта, к которой все стремятся. На Западе давно процветает свобода воли и самовыражения. Ты можешь делать у себя дома что хочешь и выглядеть как угодно, только плати налоги и законы не нарушай. А то, что это иногда переходит все границы, никого не волнует. Очень странные представления о комфорте у студента из американского штата Мичиган Кайло Кандериана. Он населил свой дом сотнями тысяч тараканов. И если самого Кайло только радует соседство с любимыми насекомыми, то его родители это категорически не устраивает. Эрик Спарк кандидат наук университета Олбани и бакалавр философии не смог прославиться научными трудами. И тогда разрезал себе язык на две части и еще покрыл 80% своего тела татуировкой имитирующей чешую ящерицы. Человек-ящерица был первым в мире бодимодификатором. Так называют людей, которые хирургически меняют свое тело в угоду прихоти. Денис Авнер человек-тигр Он был ветераном ВМС США, а затем работал программистом, пока однажды не решил следовать путем тигра в соответствии с традициями индейского племени, которому этнически принадлежал. Правда, воспринял он это следование слишком буквально. Не укреплять дух и развивать характер, чтобы быть подобным сильному животному, а переделывать свое лицо и тело. Впрочем, можно предположить, здорово закаляют характер и требуют много решимости разрезания верхней губы на две части, нанесения на весь кожный покров сплошной татуировки полосатой шкуры сигра, обтачивание зубов и ношение коронок в виде заостренных зубов хищника. И самое уникальное трансдермальные, то есть уходящие под кожу импланты в верхнюю губу и лоб для ношения вибриз бусов. Выработка новой или там своей, но нестандартной модели и поведение в итоге и соотношение вот этого внешнего вида с собой, то, что в зеркале и то, что вокруг. Это не с чем сравнивать. Вот и в чем сложность для мозга, когда он делает вот эту нестандартную модель, что мало на что можно опираться, нужно как-то что-то придумывать. И придумывать иногда не получается хорошо. Человек-тигр имел большую популярность и был частым гостем знаменитых шоу на телеканале о животных. Он никогда не выходил из образа. Всегда носил линзы зеленого цвета с вертикальными кошачьими зрачками, длинные острые накладные ногти, а сзади у него всегда висел плюшевый тигриный хвост. Авнер планировал продолжать модификацию и хотел вживить на макушке импланты, в которые вкручивались бы уши тигра, но не успел это сделать. Его нашли мертвым в собственном доме. Причина смерти так и не была обнародована, но ходили слухи о самоубийстве. Винни Ох из Лос-Анджелеса медленно, но верно завершает свое превращение в инопланетяне. По его мнению, они выглядят примерно так, как он сейчас. Миндалевидные черные глаза, кислотного цвета волосы или вовсе их отсутствие, фантастический макияж и лицо без единого намека на морщинку. 22-летний парень сделал уже 110 пластических операций. Самый безобидный из всех процедур. Перекраиванию носа Винни воспользовался уже пять раз. В ближайшее время он планирует вставить в скулы, щеки и подбородок импланты, чтобы не оставить телу ни малейшего шанса вернуться к исходному состоянию. Затем он зашьет себе пупок и на этом не остановится. Я стремлюсь к гендерной нейтральности. Винни утверждает, что лично он не имеет пола, ни мужского, ни женского. И вообще, относить себя к тому или иному полу значит наклеивать на себя ярлык, что существу из высших сфер не подобает. И это, видимо, близко и понятно американской публике, которая в своих комментариях под фотографиями Винни в соцсетях восхищается и осыпает его комплиментами. С этими модификациями, особенно в последнее время, даже наблюдается некоторая замена гендерных ролей в обществе. Мужчины начинают накачивать губы, красить ногти и вообще рисовать татуаж несмываемый на глазах, да, и всячески вести себя как женщина. меняются ролью с женщиной, но это, в общем-то, тоже не совсем нормальная тенденция. Впрочем, люди западной культуры умеют привлечь к себе внимание и другими способами. Оказаться прикованным к инвалидной коляске для большинства людей настоящая трагедия, но не для всех. Однажды 57-летний химик из Солт-Лейк-Сити Хлоя Дженкинс изготовила на заказ специальные фиксирующие конструкции, полностью обездвиживающие ее ноги. В таком состоянии инвалида женщина живет уже более десяти лет. А вот эту красотку зовут Крис Уолтон. Она обладательница самых длинных ногтей в мире. Это выдающееся достижение даже занесено в книгу рекордов Гиннеса. Только взгляните, что заставило 102-х англичан полностью раздеться и усесться на детский аттракцион. История умалчивает. Однако в один прекрасный день они это сделали и до сих пор считают это чуть ли не одним из главных своих достижений в жизни. Люди всегда развлекались, даже животные играют, когда у них есть свободное время. Просто раньше действительно цивилизация была устроена так, что большую часть времени человек должен заниматься каким-то трудом. Сейчас этого нет тысячи. Называть ли это безделием это спорно, но просто времени становится больше, надо как-то занимать. В британском городке Эйнтри ежегодно проводится праздник День Леди. Туда приглашают только совершеннолетних и вы сами видите почему. День открывается скачками, на которые съезжается множество людей. Но не это главная изюминка мероприятия. В этот день каждая может почувствовать себя настоящей британской леди. В этот день британки всех возрастов спешат блеснуть экстравагантными нарядами, стараясь произвести впечатление на окружающих. Правда к концу дня под влиянием алкоголя многие из них забывают о том, что они леди и пускаются во все тяжкие к большой радости папарацци. Или может это и есть истинное лицо британской леди? А джентльмены в Англии обожают проявить себя в поддержке любимой футбольной команды. По старинной традиции для начала надо прийти поболеть на матч, где спортсмены встретятся с каким-нибудь сильным противником. Потом очень весело считается выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес лидера чужой страны, затоптать национальный флаг и дальше всячески задирать болельщиков с другой стороны. Правда с русскими это без последствий не обходится. И смотрите, достаточно всего 20 человек наших футбольных фанатов, чтобы надавать по шее паре сотен англичан. Но такова их тактика. Если повода подраться нет, надо нарваться на неприятности с помощью гнусных провокаций. Англичане считаются очень цивилизованной нацией, нацией, которая умеет себя контролировать. То есть самообладание, самоконтроль это те качества, которые англичане стремятся в себе выработать. Нация считается спокойной, цивилизованной, обходительной. Но так в общем-то было не всегда. То есть в более ранние времена англичане проявляли буйство, и кровожадность определенную, ну такую невоспитанность, разлёзданность. В людях так или иначе это всё осталось, да? А поскольку нынешняя культурная Англия всем этикетом подавляет, то ну видимо это приводит к тому, что вот эти древние дикие эмоции находят своё выражение во время таких вот мероприятий. Творчество и самовыражение на нынешней Украине очень самобытно. Принято молиться на Евросоюз, благодарить судьбу, что не родился русским. Модно проклинать восточного соседа, чуть что выходить в люди в вышиванках и в это же самое время чуть не задавить друг друга в очереди за бесплатной порцией гречневой каши на праздник. Это же праздник, а не кормёжка. Это всего лишь гречка. Попуститесь, а то будет как с тем супом. Украинские дети нынче учат очень патриотические стихи и лозунги, вслед за взрослыми повторяя, что будут резать русню и убивать москалей. Вот только говорят они это на чистом русском языке, ибо другого не знают. Я пока 10 чесню! Теперь в Незалежной принято нападать по праздникам на ветеранов Великой Отечественной войны и всячески над ними издеваться. Хотя беззащитные старики и не могут ответить молодчикам, порой стоит учесть, что за них есть кому заступиться. В Николаеве воины афганцы решительно пресекли все попытки неофашистов устроить нападение на ветеранов. А устное творчество украинских политиков так и вовсе песня. Правда часто очень похожая на криминальные разборки из 90-х. Ключ! Где ключ? Ибо будем быть всем. Я тебе покажу. Ну, шокировать, эпатировать. Политики, актеры все этим занимаются. Это просто еще одно направление, не буду говорить, что это искусство, но это некое направление социального творчества. И люди в нем самореализуются так, как могут. Что делать, когда скучно, а хочется праздника? Русский человек умеет устроить праздник на ровном месте, там, где душа потребует. Не важно, что на календаре унылые будни и нет повода. Надо отмечать каждый день, и тогда жизнь станет сплошным праздником. Вот он, мальчишник у бассейна по-нашему. Нельзя делать упор в своей жизни только на работу, да, должно быть время оставаться и на личную жизнь, и на какой-то досуг. Смотрите, это суровые лесорубы. И игры у них настоящие, мужские, в войнушку. Это вам не какой-нибудь трусливый пейнтбол. Тут все по-настоящему с огоньком. Этот в каске с рогами и факелом. Судя по всему, советский солдат, на которого идут подлые немцы. А этот самосвал видится ему фашистским танком, который нужно обезвредить. Враг повершен. А у иностранцев от таких наших игрищ волосы дыбом. И это при том, что они даже не догадываются, с какого возраста русские начинают воспитывать из своих детей защитников отечества. Этот малыш еще не умеет сидеть и ползать, но как суров с врагами. И домашние животные в России тоже не какие-то скучные кошки или собаки. Этот косолапый товарищ живет в обычной семье уже много лет. И не в надежно огороженном сарайчике, а дома как полноценный член семьи. Большой поклонник просмотра мультиков с детьми и пирогов хозяйки, он первым встречает хозяина после работы, чтобы вдоволь пообниматься. Биологи пришли к шокирующему выводу. Наша Земля становится настоящим пристанищем монстров. Долгое время считалось, что неведомые чудовища являются реликтовыми существами, дожившими до наших дней. Однако сегодня ученые считают, все намного страшнее. Наша планета сама рождает чудовище, воплощая самые невероятные и шокирующие мутации. Для тех, кто ищет ответы на вопрос, что ждет нашу планету в будущем, наша новая книга, новые угрозы 21 века. В ней новые факты, неизвестные ранее документы, сенсационные находки исследователей, прогнозы ученых, которые пока не вписываются в привычные представления об окружающем мире. Спорт великая сила. Как известно, любой стране, в зависимости от ее климата, свойственен тот или иной вид спорта. Но что делать, если ты живешь в суровом северном крае и при этом просто обожаешь водные лыжи? Остается одно – ломать стереотипы, считают ребята из Владивостока. Так одним прекрасным зимним вечером они отправились на снежный пляж, чтобы вдоволь покататься, рассекая студеную воду. Чтобы было нескучно, надо, чтобы была цель. Когда есть конкретная цель, человек на ней сфокусирован, ему некогда скучать. Альтернативный вариант – это поставить себя в очень плохие условия, тогда цель будет выживание. И даже в армии наши люди тоже способны расцветить юмором рутину и скуку. Может, дедовщину в войсках мы и искоренили. Но как-то же должны мужчины выяснять отношения? Утюг, вантус и мыльная вода – вот залог успеха солдатского керлинга. Однако разнообразия в этом новом спорте хватает. Вот тут ребята уже гоняют шваврами по воде резиновый тапочек. А в этой воинской части устроили настоящую мыльную вечеринку и керлинг телом. А вот и победитель. Он получает главный приз – банку ананасов в собственном соку. Я тоже смотрю, я понимаю, это весело, но я понимаю, что это настолько бред, настолько это безумие, что что же ждет дальше? Потому что это в такой динамике закручивается, что ты понимаешь, что 5 лет назад еще этого не было. Однако пик творческой мысли наступает у наших мужчин, когда дело касается их детей. Вот так, например, папа решил вопрос, чтобы отлучиться на пару минут в туалет. А вот как мама и папа по-разному решают задачу, если нужны свободные руки или, например, очень хочется пообщаться с друзьями. А можно ли доверить отцу накормить малыша? Ну или самое ценное охранять сон родного чада? Вот он, павший боец родительского фронта. Пока окачал дочку, сам уснул. И вот уже малышка охраняет беззащитного папу. Сейчас время, когда люди абсолютно перестали изучать, читать какие-то книги. и тот человек, который обладает более-менее глубоким, даже не глубоким, а просто умением хоть каким-то, он уже становится классным. А вот что получается в России, если ребенок вырос и захотел свою комнату. Но не покупать же новую квартиру из-за этого. Пока одни родители пристроили комнатку в воздухе, другие организовали для любимых чад бассейн в квартире из каркаса кровати и пленки. В итоге море смеха и жалоб соседей. Но зато у ребенка счастливое детство. Говорят, все любящие родители одинаковы. Однако исследователи отмечают, что пока российские отцы придумывают бассейны в кроватях и пристраивают просторные комнаты к балконам, наши западные коллеги свободные от проблем бытовухи создают для своих детей другие чудо-игрушки, дизайн которых за гранью разумного. И только диву даешься. Вот такая милая детская горка со слоником, вернее, с его задней частью. К сожалению, по этой задней части трудно определить, какому зверю она принадлежит. А вот так неожиданно были украшены детские площадки одного из прибрежных городков Англии. Интерес запада к пятой точке и всем, что с ней связано так велик, что он отражается даже в костюмах на Хэллоуин. Там несколько направлений есть. Есть направление на сексуальность, может быть, они, так сказать, визуально как-то привлекательны. Есть направление на гротескную сексуальность. Они, конечно, отвратительны. То есть это изображение органов, это разные намеки. Есть костюмы, связанные с питьем. то есть буквально там у него сзади шланг и он там себя подсоединяет и значит что-то делает и ему льется. Есть костюмы, которые связаны со смертью, с ранами, с кровопотерей, то есть всевозможная кровь, готика, демоны и нечисть. Да, поверьте своим глазам, этому ребенку сшили костюм унитаза. А вот этому соорудили костюм холодильника. А это юный Ганнибал Лектор. Что заставило родителей выбрать такой костюм для ребенка? Будем надеяться, что после этого их взяли под контроль медики. Папа виски, сынок пачка сигарет. А это мама бережно одевает сыночка в костюм террориста смертника. Они будут хорошо смотреться рядом с костюмом вырванного глаза. Похоже, вот это и есть уже не милый креатив, форменное безумие. Именно вот таким образом, именно в таких формах они выпускают пар, что называется. То есть дают проявиться тем часто диким, может быть, варварским эмоциям, которые подавляются. Их разрешают в какие-то определенные моменты все-таки выпускать. умеют расцвечивать суровые будни и в странах Востока. По мнению западных психоаналитиков, у многих жителей Азии настоящее детство заканчивается очень рано. Таким образом, недоиграв в детстве, они на всю жизнь в чем-то остаются детьми. Об этом свидетельствует вся их культура. Игрушки, мультики, яркая одежда. Японцы немножко как дети в этом плане. Их неоднократно сравнивают с детьми, потому что у них такой наивный взгляд на этот мир, как детская непосредственность. И смотрите, какой выход находят подавленные эмоции. Помните, как дети изображают в руках пистолет? Соединяя две руки, они выставляют указательные пальцы вперед. Именно такая позиция самая выигрышная в традиционном японском развлечении канчу. Его смысл в том, чтобы в самый неожиданный момент поставить человека в неудобное положение, внезапно засунув ему пальцы между ягодиц. Периодически вспоминают об этом развлечении 50% взрослых, живущих в Японии. А среди детей и подростков процент гораздо выше. Еще один тренд родом из детства «яй-ема». Именно так называется мечта большинства юных леди в Азии. Молодые особы безума от вампирских улыбок на то, чтобы похвастаться заточенными клыками, растущими не в ряд с остальными зубами, молодые японки тратят сотни долларов. Для тех, кто не готов к таким расходам, придуманы специальные насадки, чтобы зубы казались кривыми. Есть токийский район Хараджик. Вот как раз Хараджик, вся безумная японская мода, некая прослойка среди в основном токийской, наверное, молодежи, потому что все-таки, если мы уезжаем в какой-то отдаленный на 200-300 километров город, едва ли мы встретим это в таком количестве. Я бы объяснял это тем, что вся эта молодежь, которая затачивает себе зубы и носит безумные парики, она понимает, что чуть пройдет еще немного лет, и они пойдут серьезно работать. Они пойдут серьезно работать, они должны подчиняться, следовать абсолютно всем правилам, и никаких зубов, и никаких париков начальство на работе не потерпит. Азиатские телевизионные шоу особый шок для европейцев. Сложнее всего понять японские программы. Название этого шоу переводится на русский приблизительно как «недетские задания». Участники приходят на программу, их всячески стараются рассмешить, а смеяться запрещено. Нарушившего табу ждет наказание. В этом выпуске сдержать эмоции удалось лишь одному. Все остальные получили удары резиновыми дубинками. Это вполне по-японски. Унижение и физическое насилие в телешоу основной элемент развлечения. Такеши Китана как-то в одном из интервью сказал, я запомнил эту фразу, он говорил, смех в Японии очень тесным образом связан с насилием. Японцам гораздо смешнее становится, если человека ударяют. Если не ударят, это не так смешно, как только ему даже оплеуху отвесили, уже становится смешнее. Поэтому здесь это нормальный способ вызвать у людей смех, это показать, что вот человеку а-а-а, он кричит от боли, в этот момент все смеются, ну потому что весело, вот человеку больно сделали. У них, конечно, есть садистская составляющая, она очень глубоко запрятана, о ней как-то стараются не говорить, она, безусловно, существует. А увидев такое, западный человек скажет, да они сошлись с ума. В этом фрагменте телешоу две молодые особы выходят на улицу, чтобы найти себе пару. Согласившийся юноша становится участником программы, в которой девушки на скорость пытаются довести парней до высшей точки наслаждения. Самые откровенные детали скрыты ширмой, но суть происходящего, тем не менее, очевидна. Есть и реальные заведения, где можно испытать такое на себе. Это караоке-бар, где в песенном состязании сможет победить разве что железный человек. После выбора песни ему приходится не просто настроиться на чёткое исполнение, но сделать так, чтобы нежные, настойчивые манипуляции и специально обученные леди не сбивали его дыхание и не заставляли срываться на висках. Для них всё это нормально. Такова их культура. Япония приобретает вообще совсем другую окраску, такую немножко утрированную, когда действительно идут развлекательные шоу, когда люди соревнуются в тех вещах, в которых нормальный человек соревноваться не будет, когда физиология просто прёт. И здесь это, понятно, это исходит из очень глубокой традиции вот такой самурайской культуры, когда, с одной стороны, самура недвижим, абсолютно погружён сам в себя, и, с другой стороны, как бы на другой лестнице, на другом реестре своего поведения это необузданность, это вседозволенность, это промискуитет, это наслаждение жизнью, наслаждение мимолетностью жизни, потому что надо испытать все ощущения, поскольку завтра можно умереть. В Японии богатые женщины нанимают за вознаграждение мужчин-гейш, тратя при этом солидные суммы до 10 тысяч долларов в месяц. И не стесняются этого. А это музей тела. Здесь каждый посетитель может в деталях узнать, что есть в человеческом организме. И здесь, в равных позициях, и уши, и ноги, и даже все естественные отправления организма. Подобный музей есть и в Южной Корее. Многочисленные экспозиции рассказывают об истории туалета. Изначально у японцев несколько другое отношение к телу и к телесному. Тело им служит не для получения удовольствия, а для того, чтобы это тело работало, жило, трудилось на благо страны, государства, императора. Значит, и туалетная тема не должна вызывать больше эмоций, чем сердечные переживания, считают в Японии. Поэтому дети, надев шапочки с изображением экскрементов, с удовольствием катаются с горки, которая символизирует путешествие по канализации. Народное юмористическое творчество и способ самовыражения могут многое рассказать о национальном менталитете. Главное, отойти от собственных устоявшихся стереотипов и посмотреть на все непредвзято. И, может быть, окажется, что все люди на планете не такие уж и разные. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабываемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. Субтитры делал DimaTorzok